Примерно в этом районе тигр напал на человека. Хищника не спугнули даже производственные поля и регулярно ездящая техника по дороге между двух сел Раковкой и Боголюбовкой. Женщина пострадала примерно в 11 утра. Уже в 13.05 была доставлена в Уссурийскую городскую больницу, где ей была оказана помощь. На место в тот же день выехали специалисты госоходнадзора. Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства, девушка вышла к месту, где хищник был с добычей. На предупреждающий рыб потерпевшая среагировать не успела и была атакована дикой кошкой. Сейчас она проходит лечение в Уссурийской городской больнице. Нам удалось связаться с Дарьей. Так зовут девушку, которая выжила после нападения тигра. Дарья, здравствуйте. Меня зовут Наталья Зайцева, журналист ОТВ «Прим». Хотели узнать, как вы себя чувствуете? Все ли с вами хорошо? Ну, жить буду. Руку не сломал. Чудом просто. Потому что муж отбивал меня на большой машине. Выскочил неоткуда. Дали, что там вообще близко от дороги. Просто заехали буквально 50 метров, наверное. А сколько швов наложили? Ну, рука, мы так поняли, будет восстанавливаться все равно тяжело. Сухожилие самое главное в порядке? Сухожилие целое, да. Зашивали просто на мякушку вот эту еще. Четыре или пять шовками мне наложили. Сзади вот нападает. То есть я уже поняла, что это какой-то зверь на меня. Полосы видела. Даже ни морду не видела. Ничего там. Там просто было страшно. Там орешь, как резано. Пытаешься как-то от него убежать. А он руку просто схватил и выламывает ее, дерет на себя. В городе поймали скорую. Он летел, я санта не теряла. Ничего не видела, ничего не слышала толком. Он летел, положил у меня машину и полетел. Это хорошо, он мне вторую жизнь подарил. Просто если бы он не подскочил, если бы машина эта большая не была, он бы меня загрыз. Страшно было. Думала, просто сейчас будет грызть наживую. Очень страшно. Мы желаем вам скорейшего выздоровления. Восстанавливайтесь, конечно же. Случай нападения на человека взбудоражил всю Раковскую территорию. Сотрудники ГОО и ЧС оповестили жителей об опасности нахождения в лесу. Мессенджеры были разосланы памятки. Кроме того, при личных встречах жителям напоминают правила поведения в лесу. По одному не посещать леса. Там, где произошла трагедия, у нас грибные места. Хочется предупредить наше население о том, чтобы, собираясь в лес, необходимо предупредить соседей, своих родственников о том, куда они собираются идти. Также иметь заряженный телефон, чтобы быть на связи. Сейчас пара летних каникул наступает. Просьба ко всем родителям провести профилактическую беседу со своими детишками. Знать о месте нахождения своих ребятишек. И особое внимание уделить, конечно, досугу детей. Это первое нападение хищника на Раковской территории. Не только в этом году. Местные жители говорят, что ранее агрессии к людям тигр в этих краях не проявлял. Редактор субтитров А.Семкин